Останкинская телебашня И направляемся Надеюсь, погода нам не помешает наблюдать Москву с высоты птичьего полета У нас облака опять улетают, дождик накапывает В общем, лето 2017 года дождливое А рядом с Останкинской башней располагается телецентр Вот он немножечко вдали И перед нами на переднем плане Останкинский пруд Сегодня у нас будний день, вторник В связи с этим, наверное, народу будет немного О, народ рыбку ловит За Останкинским прудом это Троицкая церковь И музей-усадьба Останкина Вон туда мы сегодня поднимаемся Ну вот, наконец-то, мы и на месте Прошел контрольный пропускной пункт Досмотр достаточно тщательный Все нужно вывернуть из карманов Потом встать в вертикальную штуку Прозрачную Там проверяются целиком Только потом желают хорошего деньпрепровождения А вот и дождик Только что получили билеты Билет взрослый стоит тысяча рублей Детский билет 500 рублей Сейчас идем на смотровую площадку Начало экскурсии у нас 4 часа Еще минут 20 Потому что зарегистрироваться надо было за час Ну, по крайней мере, так написано в билете И вот сюда нам в этот длинный проход Вот здесь аккуратненько все пострижено Покошено Ровненько Мы идем на экстиле башни Прошли еще один пункт досмотра Вот, сейчас мы уже в самой башне Входим внутрь У нас первый маршрут? Да, у нас первый маршрут Просмотрите инструктаж Через несколько минут будет подъем И зачем это делать? Ну, здесь говорят, что делать В случае чрезвычайных ситуаций Понятно Макет конусной части башни Вот мы здесь видим все внутренние помещения Вон проход с наружной стороны А здесь представлена башня целиком В уменьшенном масштабе Тоже в разрезе Проходим, проходим, проходим Так Тут камера показана Как мы будем подниматься Быстро написано 65-й этаж 70-й этаж Уши закладывает Да, на этом Скоро снимаем Уберите 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 Уважаемые гости Мы рады приветствовать вас На Останцевской телебашне Скорость лифта составляет 7 метров в секунду Так, вот мы замедляемся Поиск лифт притормаживает 336-й 337-й этаж Метры А, это метры? Это все в метрах было Здравствуйте 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 Так, ну вот мы и на площадке 8-й этаж Это были не этажи Это были метры Вот у нас этот стеклянный пол Такой высоте Вот внизу пруд Останкинский Вот в ДНХ мы видим Вон фонтан вдалеке Не знаю где Вон он там А, вижу Красотища за окном Леса Телевизионный центр И дальше Лесопарк Смотрите там Что это такое Это площадка детская По-моему Это телецентр Ой, какой у них страшный Телецентр Господи, крыша-то страшная Ой, не ожидала А вон усадьба Останкинская Слева Москву сети Можем видеть Да, и по-моему И очень красивое небо По-моему, на картинке Так кажется Вверху показана информация Что мы можем видеть Вон внизу видим Ласточку МЦК, скорее всего Маленькая-маленькая Ползет Здесь мы увидим Жилописный мост Район Строгино Район Бойковский И Коктева Теперь осталось Все это Разглядеть В реальности А внизу мы видим То место Контрольно-продвластной пункт Откуда мы, соответственно И пришли Не знаю, где-то Как это показать Вот здесь Где? Где же здесь? Взалеке видим Мы гостиницу Космос И фонтан Друзья Наши остальные Порядки Проходите Пожалуйста День Номер 1 И это так все Перед нами ВДНХ. Конечно, молодцы, что придумали такую штуку, как прозрачный пол. И снова виды Москвы с птичьего полета. Это кажется, что в правом углу душ идет, но это просто отражение от стекла. Вот, мы теперь у лифта номер один и ожидаем спуска вниз с Останкинской телебашни. Всем советую посетить Останкинскую телебашню. Здесь здорово. А за парком по центру гостиница Измайлова. Слева лесопарк – это парк Сокольники. В режиме реального времени вы можете увидеть башню изнутри. По обе стороны экрана идет стремительный отсчет высоты в метрах. За противоположный снег изображена схема с голубым дубинком. Останкинская телебашня – это лучшее место, чтобы увидеть Москву от края до края. Добро пожаловать в Чемпионово. Дорогие гостиницы, мы рады приветствовать вас и приветствовать вас в Сокольнике. Ну вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Ой, сны были вон там. Субтитры сделал DimaTorzok